Экономика Экономика Достаточно молодая наука. В отличие от математики, которая является основным инструментарием серьезных исследований во всех областях знания уже несколько тысячелетий, физики, которая начала активно развиваться еще в Древней Греции, а к концу 17 века благодаря имени Исаака Ньютона приобрела современный вид, астрономии, важнейшие законы, которые были сформулированы Иоганном Кеплером к началу 17 века, Экономика до 1776 года, когда была опубликована книга Адама Смита «Исследование о природе и причине богатства народов», не существовала как отдельная наука. Более того, и рассуждения о совершенной конкуренции и невидимой руке рынка были очень далеки от того, что сегодня изучают экономисты. Отдельные разделы экономики, макроэкономика, теория организации рынков, эконометрика появились еще позднее, в 20 веке. Не является исключением и поведенческая экономика. Первые исследования в области поведенческой экономики связаны с работами американского экономиста Ирвинга Фишера. С именем Фишера связано множество результатов в разных разделах экономической науки. В своей работе «Покупательная сила денег» в 1911 году он обосновал первое точное уравнение макроэкономики – уравнение денежного обмена P на Q равняется M на V, индексная форма которого позволяет на основе знаний о динамике денежной массы и физического объема производства прогнозировать инфляцию. Также он является основоположником аксиоматического подхода в индексологии, а индекс Фишера до сих пор активно используется в целях измерения инфляции и экономического роста. Также Фишер изучал поведение потребителя, как с позитивом неоклассики, предложив ординалистскую теорию полезности, так и учитывая некоторые поведенческие аспекты, в частности то, что деньги не являются объективным и неизменным измерителем ценности, поскольку для них, как и для всех остальных товаров, характерно убывание предельной полезности. Напомню, что предельные величины в экономике связаны с дополнительным выпуском и равны производной от соответствующего суммарного показателя. Предельные издержки характеризуют издержки на производство еще одной единицы продукции. Предельная выручка – сумму, которую мы получим от ее продажи и так далее. Соответственно, предельная полезность – это дополнительная полезность, полученная от расширения потребления некоторого блага на еще одну единицу. В контексте денег, как правило, стандартная экономика игнорирует этот аспект. Предполагается, что деньги аддитивны, а увеличить доходы вдвое считается вдвое лучше. Но в жизни это не так. Последняя оставшаяся до зарплаты тысяча представляет для потребителя огромную ценность, поскольку именно с ее помощью придется на гречке и чае выживать несколько оставшихся дней. Для человека с неплохим доходом в 100 тысяч рублей в месяц тысяча играет гораздо меньшую роль, хотя бездумно выкидывать ее на непонятные цели он тоже не будет. Равно как, вероятно, будет рад сэкономить такую сумму на распродаже со скидками. Если же речь идет о миллиардере, с высокой вероятностью его уже не заботит потребление. Он может позволить тебе все. А деньги, причем в куда более серьезном объеме, чем тысяча или даже миллион, на которые он не обращает особого внимания, являются для него лишь инструментом изменения мира. На что это влияет? В контексте возвращения к классическим экономическим представлениям мы должны теперь максимизировать не сами доходы x, а полезности, которые от этих доходов получаем. Причем функция полезности должна расти медленнее, чем линейно. Например, можно использовать степенную функцию o от x равняется x степени альфа, где показали степени альфа строго меньше единицы. Ну или логарифмическую зависимость o от x равняется логарифм x. В более конкретном варианте это означает, что вдвое больше денег лучше не вдвое, а только на 80% или вообще в полтора раза. Искажения же при десятикратных различиях в получаемых суммах тем более нельзя игнорировать. И этот простой факт позволяет без привлечения внеэкономических соображений объяснить, что лучше получить премию в 10 тысяч рублей, чем получить 20, а по дороге потерять кошелек, в котором находились 10 из них. Равно как получить премию 10 тысяч, после чего потерять 20 для большинства все-таки лучше, чем просто потерять 10. Конечно, в данной простейшей модели не учитывается асимметричное отношение людей к выгодам и издержкам и многие другие поведенческие аспекты. Однако уже это могут существенно уточнить прогнозы, которые отдает классическая экономика. Кстати, психологи уже давно взяли в арсенал эти принципы. Не случайно они рекомендуют большую хорошую и маленькую плохую новость сообщать одновременно. На фоне чего-то важного и прекрасного мелкие неприятности просто незаметны. А большую плохую новость и мелкую радость стоит подавать отдельно, чтобы хоть немного скрасить окружающую действительность.